Всех Борисов, дорогие друзья, случайные гости и зрители моего канала, с вами я Оскар Инков, и вы на канале обзора по Куэпу. Всех хочу поздравить с прошедшим Новым Годом, с продолжающимися праздниками. Поэтому в честь этого, и может быть потому, и в связи с чем, сегодня мы будем обозревать такую штуку. Ну, кто знает, недавно ко мне пришел новый микрофон под майк. Обзор можете чекнуть на канале, он там есть. А сегодня пришла ко мне стойка для этого микрофона, потому что он действительно тяжелый. Он весит около килограмма, там, 900-шемтограмм, по-моему. Пришла вот такая вот стойка, риттберг, стойка-пантограф. Сейчас мы ее будем разбирать и смотреть. Вот так она выглядит. Так, нам по традиции нужно. Нужен наш друг Кера. Очень опасный. Сейчас я открою тогда. И будем смотреть комплект поставки. Что входит. Кто-то уже, ну, был выбор, стоял перед тем, чтобы взять Тормакс, либо Риттберг. Ну, в принципе, я думаю, одинаковые стойки, поэтому посмотрим. Выбрал вот эту, потому что она стоит в районе 4-х от Тормакс. Что-то рублей 5-6 она стоила, по-моему. Ну, бушный за пятерку не захотел. Лучше Мова за четверку. Кстати, забыл показать. Вот он, кстати, сам микрофон. Вот, вот эта стойка. Но она у меня таким образом. Раньше она у меня держала HyperX Quadcast S. И она нормально с этой задачей справляется. Рубли за 800 я, по-моему, брал. Она просто не вывозит. Я вот затянул, как только можно. Просто вот она еле-еле. И все равно она прогибается. На этом уровне, в принципе, нормально. Но все равно не то. Но просто, просто на пике своих возможностей работают. Конечно, это чудо моей инженерской фантазии. Я предел так, что мне стало так удобнее. Вот. Но не держит она по-другому. По-другому, ну, не знаешь, а посмотрим, что-нибудь за варгане. Как это будет все смотреться. Будет видно в любом случае. Но стойка однозначно нужна нормальная. Как всегда, у меня нет места, чтобы ничего не полетело. Кому микрофон, кстати, нужен, в телегу пишите. Хороший микрофон. Полный комплект. Коробочка от него все есть. Никаких проблем нет. Так. Вот так вот это все получается у нас выглядит. Очень хорошо упаковано. Все до мелочи. Тут даже вставлено. Очень приятно. Ну, Риттберг, судя по названию, это немецкий движняк. Немцы. Они очень в этом плане педантичны. Вот так это все выглядит. Очень приятно, что она все в пенопласте. Вот так это все выглядит. Такие же защелки, как в Торн Максе. Они бегают вот здесь вот. Отщелкиваются очень тугие, плотные. Передвигаются здесь все. Можно их передвинуть. Наверное. Конечно, можно как-нибудь. Можно как-то вот здесь вот. Да, они двигаются очень туго, конечно. Он двигается. Может быть, это вот так вот. Да. Передвигаются. Тензишн. Аджастмент. Почему вот эту стойку тоже плюс. На Торн Максе тут. Вот на вот этих вот боковинках какие-то треугольники. Здесь чисто классика все черное. Все выполнено. Очень добротно. Очень добротно выполнено. Мои золотые. Не совсем удобно одной рукой все это делать. Но, тем не менее, это надо делать. Так, вот так это все дело выглядит. Вот так вот. Очень такая серьезная конструкция. Вот так она вставляется. Вот так подается. Сейчас будем собирать. Так что ладно. Это вытащили. Вытащили, поставили. Какие-то железки. Инструкция. И сам набор какой-то дополнительный. Какая-то коробка неизвестная. Неизвестная коробка. Конечно, неизвестно, потому что она отсюда открывается. А, это сама стойка крепления к самому столу. Вот так она выглядит. Очень массивная. Вот так вот. Вот так она устанавливается. Прикручивается. Не знаю, куда я его буду прикручивать и устанавливать. Но, в любом случае, я его куда-нибудь туда прикручу и устанавливаю. Так, полетела сейчас все это дело устанавливать. И покажу, как это все будет выглядеть. Ну и, соответственно, будем тестировать вот эта штука. Вот все. Открутил чуть-чуть, все упал. Так что, ехал. Примерно мне удалось достичь вот таких вот результатов. Вот так вот установил я с краешку. Будьте, имейте в виду, что очень туго вообще невозможно. Вот эти вот штуки, они, короче, вроде бы я зафиксировал. Вроде бы зафиксировал. Они вообще, короче, постоянно выпрямляются. Я уже там снизу болтик, короче, его открутил. Вот так вот это все дело выглядит. Более-менее ничего так смотрится. Вроде я теоретически думаю, что не будет мешать. Единственное, что мне может... Вот немножечко я прям впритык вот здесь установил к монитору. Вот здесь впритык прям. Единственное, что мне будет немножечко загораживать пантограф-обзор. Тут краешек. Ну, он в принципе особо так-то и не нужен. Но можно сделать вот так вот аккуратненько. Вот так вот повернуть все это дело сюда. Вот так вот. Чтоб он не мешал. Ну, единственное, вот здесь вот рука прям под ним будет вот так вот кайфовать. Не знаю, посмотрим. Вот так вот примерно будет видно, как, что, где, зачем. По поводу этого пантографа. Ну, скажу, добротный, да, конкретно. Седает вот его как зафиксирован, так и стоит все четко здесь в этом плане. Кстати, регулируется, но микрофон вокруг своей оси крутится. Вот здесь вот самый предел вверх. Вот это, кстати, самый предел вниз. Я думал, он будет ниже опускаться. Думал, как-то вот сюда его заварганить. Но туда он что-то не получается. Поэтому я его поставил примерно где-то так. В идеале, конечно, надо было его вот сюда куда-то поставить. Чтоб отсюда он вот так вот как-то закидывался и подавался. Тогда, я думаю, немножечко было бы более удобнее. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, поиспользуем этот опыт. Вот эти вот гайки крепежные тоже могли бы черного цвета сделать. Весь пантограф черный, а одним вот это вот крепление. Вот это сервисно. Ну, ладно, XLR кабель тоже еще будет серебристый. Так что не страшно. Вот здесь вот тоже. Ну, тут золотые. Так что это вот такой был небольшой обзор. Кратенький распаковка пантографа. А, фокус такой, что я думал, если они закрепляются, защелкиваются, они не будут ходить. Они в любом случае так и так вот ходят. Хоть открепленные, хоть закрепленные. Ты их не передвинешь, ты их не зафиксируешь. Поэтому вот этот момент он будет вот так вот ходить. Единственное. И что еще хотел бы? Я бы хотел бы, конечно, кабель-канал, чтобы он снизу был. А тут как-то интересно сделали. Снизу все плоско, а сверху, по верху кабель пойдет. Ну, так-то вроде ничего. По качеству, по сборке вопросов нет. Вот так все нормально. Поэтому, ребята, кому был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, крепкого, здорового, берегите себя. С вами был я, Оскарин. Вы на канале обзора по кайфу.